В Североказахстанскую область прибыли депутаты и мажористы парламента Республики Казахстан. Депутаты провели ряд встреч с жителями региона, поздравили североказахстанцев со знаменательными датами, отметили благодарностью ряд активистов и обсудили актуальные вопросы. Тему продолжит Наталья Аитова. Вот уже 30 лет молодая Республика Казахстан ведет стратегический курс, направленный на развитие экономики, повышение благосостояния и качества жизни населения, сохранение мира и общественного согласия в стране. Депутаты парламента поздравили представителей этнокультурных объединений и структурных подразделений областной ассамблеи со значимыми событиями в стране. Ассамблея народов Казахстана создавалась опять благодаря Ельбасы первому президенту с 1995 года. И вот 26 лет каждый город, каждый регион, наверное, уже каждое село, нам вот тут говорили, имеет такие объединения. И они очень нужны и помогают не только узнать культуру, историю, но и поддерживать, и делать вот это вот единение для того, чтобы наша страна дальше и процветала. В церемонии награждения депутаты отметили представители общественности, внесших вклад в укрепление межэтнического и межконфессионального согласия в регионе. Среди них и Татьяна Вербицкая, представитель Центра «Золотой возраст». Женщина внесла предложение мажелесменам, как улучшить работу людей старшего поколения. В масштабах государства рассмотреть этот вопрос, организовать возможности для людей старшего поколения, продолжать активную деятельность, нам очень нужно направление, скажем так, лечебной физкультуры. Нам они необходимы, необходимы людям старшего поколения, чтобы они не были обузой, прежде всего для молодежи, для своих родственников, для того, чтобы они были здоровыми, позитивными, чтобы они еще и пользу приносили. Позже мажелесмены продолжили встречу с активной молодежью региона. Представители СМИ, неправительственных организаций, волонтеры вели открытый диалог с гостями. Пользуясь случаем, они задавали актуальные вопросы, демонстрируя свои прогрессивные взгляды. Есть ли какие-либо программы по сдерживанию цен на жилье, так как у нас Северо-Казахстанская область является областью с наименьшей заработной платой, и молодежь, даже мои родственники 30-летнего возраста иногда не могут купить себе жилье. Сегодня цены на, в том числе, строительные материалы, к сожалению, повышаются. И даже мы разговаривали с некоторыми застройщиками, которые занимаются строительством социального жилья, сегодня говорят о том, что им просто невыгодно удешевлять. То есть, если вы будете удешевлять, а цены поднимаются, то есть в чем-то, где-то будут какие-то недочеты в этом жилье. Поэтому, конечно же, здесь достаточно очень сложный вопрос, что касается тех программ, о которых вы говорите, будущих, возможно, программах. Мы тоже будем обсуждать в законе о молодежной политике. Условия труда, переименование городов и северные льготы. В ходе встречи были затронуты различные темы. Завершая диалог, мажористмены отметили, что 30 лет для истории – короткий отрезок времени. Но для страны это большой путь становления. И долг современников – продолжить стремление жить в развитом и сильном государстве.